В 2007 году поисковики Ленинградской области на местах боёв обнаружили останки девушки-почтальона, а рядом с ней нашли ящик из-под пулемётных лент, наполненный письмами. В нём находились полсотни фронтовых треугольников из лета 1943 года. Так и не дошедших до адресатов, солдат Красной Армии и не вернувшихся отправителям. Родные и близкие со всех уголков бывшего СССР писали своим отцам, мужьям и братьям о своих повседневных делах. Проект «Письма на фронт». Добрый день, весёлый вечер. Письмо писала ваша дочь Сара в 11 часов дня. Дорогой мой тятечка, я хочу сообщить, что я твоё письмо получила, за которое сердечно благодарю. Тятя, я когда получила, была очень рада. Когда стала читать тебя, очень так плакала, что я места за целый день не нашла. Но теперь пропишу, как мы живём. Хлеба у нас нету. Картошку посадили, капусту, гороху, немного свеклы, лук, семечек, чесноку, огурцов и табаку. Только курить некому. Скотина же у нас имеется одна. Лишь одна корова. Вот какое у нас хозяйство. Тятя, хлеб нам не дают. Только воруют. Вот как мы без тебя живём. Теперь пропишу про сынка. Стал большой и баловной. Мама не слухает. Нюру и Зою бьёт, как попало. Приветы от мамы и от твоих дочек. Нюры, Зои и от Вити. Тятя, жди карточку во втором письме. Пропишу новости. Черкасов Пётр умер. Филатов и Конор пришёл домой раненый. Воронцову проську взяли в армию. Нашим девкам не пиши приветы. Их уже семь месяцев, как нет дома. В армии. Привет от дедушки и от бабушки. Вот всё, что я хотела написать. Жду ответ. Башманова Сара Ефимовна. 8 июля 43-го года. Ефим Григорьевич Башманов. 1902 года рождения. Уроженец деревни Васильевка Ужурского района Красноярского края. Прошёл всю войну. Дважды был ранен. В феврале 1942 года и в январе 1943-го. Дважды награждён медалью за отвагу. У бойца было четверо детей. Сын Витя, дочери Зоя, Сара и Нюра. Письмо написано дочерьми Ефима Григорьевича Зоей и Сарой. Под диктовку матери Марии Башмановой. Дальнейшая судьба солдата неизвестна.